Восьмой офицерский бал возрождения исторических традиций в Доме культуры Звездного Городка состоялся в День защитника Отечества. Восьмой год подряд мероприятие собирают любители культуры, бального танца и профессиональных танцоров, офицеров и их жен. Это клубы исторических бальных танцев Москвы и Московской области, офицерский клуб России. В принципе, вот таким составом мы и собираемся всегда. Возраст очень разнообразный от молодых лейтенантов, это представители восьмой дивизии особого назначения, до отставных офицеров и уже даже очень возрастных офицеров. В зеркальном зале танцевали и 20 офицеров авиадивизии, включая выпускников военного училища 2023 года. Также среди почетных гостей присутствовал командный состав соединения. Всех с праздником, всех с Днем защитника, то есть с таким вот замечательным, прекрасным, красивым, добирательным карбалом. Честный день. Спутницами офицеров на балу были их жены. В концертной программе также приняли участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Исполнялся гранд-марш, фигурный вальс, марш Рим, русский лирический, гусарская полька, сударушка бальная и другие танцы. Военнослужащие авиационной ордена Жукова дивизии особого назначения готовились к этому балу заранее. Занимались хореографом, изучали бальный этикет. Такие эмоции, конечно, у нас всегда смешаны. Как будто в первый раз мы волнуемся, потому что в платье, все вот эта ответственность большая на нас тоже. Это очень интересно. У нас, получается, есть тренер Анна. Она занималась с нами на протяжении месяца. То есть у нас были тренировки, она нам показывала движение, мы танцевали. Проводить балы не просто дань исторической традиции, но и возможность приобщиться к культуре бального танца и погрузиться в атмосферу прекрасного. 23 февраля – очень значимый праздник. И в этот день проводить бал – это, наверное, одно из самых лучших вариантов поздравления для военных и вообще для танцоров. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.